всем привет я очень рада приветствовать вас на своем канале за просмотром этого видео и сегодня я продолжаю цикл видео на тему что нужно знать и сегодня хочу рассказать о своих таких очень важных познаниях которые должны быть у каждой женщины перед родами непосредственно перед родами это период очень ответственно очень важный и есть очень много вещей которые кажется нужно знать обязательно кажется что когда ты вот собираешься в роддом тебе же непосредственно перед роддом просто что ты ничего не знаешь капец ужас и кошмар поэтому если вас тоже капец ужас и кошмар оставайтесь со мной так же подписывайтесь на канал ставьте свои лайки и поехали первое о чем я хочу сказать не повторяйте моих ошибок и обязательно это учтить сумки в роддом все абсолютно все вплоть до вещей на выписку вас должны быть собраны до 35 недель беременности я собрала свою сумку до конца только после того как сходила в 38 недель на узи и мне сказали что мой ребенок полностью готов к рождению то есть как бы рода у меня естественно могут начаться в любой момент а у меня еще не собраны до конца сумки то есть каждой сумке тогда то что в роддом то что ребенку то что маме то что после рода вы где-то чего-то не хватает после этого я пошла закупилась и в общем-то уже не нервничала не переживала поэтому честно скажу лучше в 35 недель пускай эти кульки стоят и вы будете сидеть на чемоданах чем у вас их не будет вы будете постоянно переживать господи чтоб только рода не начались раньше срок второе касается также этого же момента обязательно следите за тем чтобы заполняли вашу арменную карту потому что очень часто бывает такая фигня что если у вас не записан хоть какой-то маленький там одни какие-то анализы не будут записаны вашу арменную карту в роддоме когда вы прибудете на роды даже если вы по договоренности с врачом или там в каком-то контракту да или по полису вас могут не принять или отправить в инфекционное отделение будете рожать вообще какие-то самые прокаженные поэтому нужно обязательно следить за всеми записями важный момент это то что я делала я знал что это нужно делать я это делала и чему была бежимно рада и что мне очень поскольку она понадобилась в родах это изучением от части открывайте интернет но честно посоветую не какие-то бабские формы медицинские и околомедицинские и сайты и статьи где будут рассказывать о родов о фазах родов как они проходят какой фазе какие у вас должны какие должны быть ощущение какое состояние что происходит той или иной позже рада то есть рода там есть какие-то дней так активная позы не активная поза на одной там она значение там до 5 сантиметров раскрытия потом после пяти сантиметров раскрытия как это всё идет чтобы вы хотя бы в теории понимание что надо с вами происходить ведь эти все моменты нужно изучать чтобы вы четко знали, что с вами должно происходить и что на том или ином этапе с вами могли делать врачи, потому что да, мы очень часто вот там нас слышим, тут историю, очень много историй, которые я читала вперед, когда готовилась к родам, что вот там врачи у меня там либо вообще я со мной ничего не делаю, либо там излишне вмешивались в мою жизнь, родовую, да, но по факту во многих из этих историй проблема была в том, что женщина просто не знала, что с ней происходит и что с ней должно происходить на самом деле. Сюда же я отнесу, обязательно изучите вопрос предвестников родов, о них все знают, в общем все о них слышим, но очень часто о них никто ничего не знает, я, например, не знала, что предвестником моих родов, например, изначально было то, что у меня очень болела пояснинца на ночь, а это оказывается предвестники того, что у меня скоро рожать, да там допустим какие-то вот эти тренировочные схватки, какие они должны быть, как они должны происходить, если как-то этот самый, что-то у вас не то, вспоминаем прошлое видео, поговорите со своим врачом, расскажите, что вы чувствуете и почему вам кажется, что это предвестник, или он там скажет да и нет, так же как пойдет. И также насчет теоретической подготовки, это изучайте физические какие-то упражнения, то есть та гимнастика, которую нужно делать перед родами для облегчения, допустим, у меня это было на суставы тазобедренные, но то есть есть определенные упражнения, которые можно делать в разные периоды беременности, в разные триместры, есть разные виды гимнастики и им в принципе не стоит пренебрегать, плюс физическая активность, то есть тоже можно почитать, что вам можно, что вам не можно, что нужно, что не нужно. Почитайте о дыхательных техниках, которые используются в родах, их рекомендуют порепетировать, потренироваться до наступления родов, чтобы допустим оттренировать 3-4 техники дыхательные в родах, которые облегчают боль, то в принципе, когда вы попадете в стрессовую ситуацию, ваш организм хоть одну технику вспомнит. Мне очень помогли видео характера моей роды, там просто люди рассказывают свой практический опыт у кого что как происходило и очень часто вот этот опыт является очень полезным, потому что у каждого происходит какая-то такая интересная мелочь, которая не была у другого и которая потом становится вам полезной. То есть личный пример, у меня роды пошли совсем не по плану, я об этом рассказывала на канале, и как бы да, я понимала, что со мной что-то идет не так, потому что я знала, что на том интервале схвата, который у меня есть, я в общем должна быть в позе буквы ЗЮ, а не сидеть и ржать с мужем, читать англеты в программе и там дурачиться, да, то есть как бы все. И я уже знала, что что-то идет не так. В первый момент определитесь, как вы будете брать с собой народы заранее, до. Договоритесь с вашим партнером, кто будет с вами. Не стоит откладывать это до последнего дня, до последней недели, когда в конечном итоге оказывается, что с вами там в родзал идти не готов никто или наоборот с вами хотят идти все, всей толпой, в общем-то, всей группой поддержки с цыганским табором. А в конечном итоге не окажется никого. Вам нужно этого человека морально подготовить. Вы должны понимать, что для себя, во-первых, что этот человек должен быть, которому вы доверяете не то что на 100%, а на 200%. Потому что роды, каждый понимает, что это очень личный, очень интимный момент. И там есть такие моменты, когда вы не в самом лучшем свете. И вы должны понимать, что перед этим человеком вы предстанете в этом самом беззащитном, в самом таком уязвимом состоянии и виде. То есть лично у меня это был только муж. Я никого не хотела видеть у себя в родзале, кроме своего мужа. Либо он, либо вообще никто, только медики. То есть если бы муж не согласился со мной пойти на роды, то со мной, я бы рожала только с бригадой врачей. И вот все, точка. И еще касающиеся вот этой стороны, это то, что мы с мужем не сделали, а мне кажется, надо было бы это сделать. Это обсудить вашу тактику поведения. То есть тактику поведения и общения с медицинским персоналом, и тактику вашего поведения в экстренных ситуациях, которые могут возникнуть в любом случае. Потому что роды – это все-таки процесс достаточно непредсказуемый. В каком плане тактику общения? То есть то, ну чаще всего мы рожаем с врачом, с которым договорились и которого уже знаем, и в принципе вот в этом плане, конечно, общаться с ним легче. Но есть также и другой медицинский персонал – это там медсестры-акушерки, какие-то там санитарки, которые ходят, да. И в принципе нужно как-то договориться, как общаться, как реагировать, например, на какое-то хамство в свой адрес. Еще какие-то моменты, да, то есть чтобы не было такого яркого, открытого негатива, потому что все-таки вам с этими людьми проводить достаточно много времени, но как в какой-то спокойной форме показать, что с вами так общаться нельзя. И там, допустим, с вами так поступать нельзя, да, например. Например, или же там, ну не знаю, как общаться с врачом, то есть как спрашивать его о чем происходить, о всем происходящем, чтобы не было такого «я не понял, что происходит». Да, то есть чтобы оба вы понимали и умели держать вот эти рамки приличия, потому что роды – это стресс, это в любом случае стресс, и это надо понимать. И поведение в экстренных ситуациях, ну вот в нашем случае, да, была экстренная ситуация, была кесаревая, ну хорошо, я была вполне в сознательном состоянии, я не знаю, я была в светлом уме и здравой памяти, и поэтому не было вопросов, и не нужно было обсуждать там хрустики по идее. Нервы столбаны. В принципе, не нужно было этот вопрос решать, например, единолично с моим мужем, да, то есть кесарево или не кесарево. Я обсудила это с врачом, в общем-то уже потом пришла, рассказала об этом мужем. Но вы должны договориться, как вы будете действовать в экстренных ситуациях, потому что ситуации бывают разные, когда есть угроза жизни матери, есть угроза жизни ребенка, есть понятие экстренного кесарева, действительно экстренного кесарева, когда вопрос там идет на минуты, да, на секунды. И вы должны четко обсудить, что вы будете делать, то есть на какие манипуляции вы согласны, то есть вы должны прийти к какому-то общему знаменателю, что вы будете делать в ситуации, когда все пойдет плохо. В общем-то нужно знать, что в родах нужно настраивать себя на то, что все будет хорошо, что вокруг меня люди профессионалы, да, то есть все-таки как бы ни было, как бы мы ни готовились женщины к родам, все равно медики, которые находятся рядом с ней, знают там, я не знаю, на сто и один способ больше, как облегчивать боль в родах, потому что таких рожениц, как мы, они видели там сотни, да, и у них за сегодняшний день ты там десятая уже такая. И она опять рассказывает одно и то же, то же самое, уже только другой роженице, да, то есть только в другой позе она это все рассказывает. понимает, что этим людям нужно доверять, и то, что этим людям они, но и при этом эти люди, они не боги, врачи это точно такие же люди, как и все остальные, они просто имеют какие-то специфические знания, какое их не имеем мы. И врачи, они не владеют никаким рентгеновским зрением. Опять-таки я уже говорила, они не могут залезть к вам в голову и прочитать мысли, что вы чувствуете и что понять, что что-то идет не так. То есть вы должны об этом ему говорить, вы должны об этом сообщать. То есть что вы чувствуете, пускай вы задолбете врача, но тем не менее вы не пропустите что-то важное, что-то серьезное, что что-то пошло не так, что что-то происходит не это. И ну что, и все-таки несмотря на то, что я говорила про то, что роды могут иметь какой-то негативный характер, все-таки настраивать себя на то, что все будет хорошо, что все, что не происходит, все происходит только к лучшему. И так оно и будет. Наверное все, о чем я хотела сегодня поведать. Всем огромное спасибо за внимание, всем мне желаю за творческое вдохновение, успехов и до новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok